Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Joomla обновилась до версии 4.3.0. Как правило, с обновлениями такого плана происходит что-то интересное, что-то глобальное, что-то мощное. На самом деле ничего такого уж прямо интересного там не произошло. Где-то исправление, улучшение. Их достаточно много, всех вот этих вот моментов. Но все же кое-что есть интересное в Joomla 4.3, на что нужно обратить внимание. Многим, возможно, это будет интересно. И давайте подробнее в этом видео. Итак, давайте сначала я вам покажу сайт Joomla.org. Официальный, кто не знает еще. Здесь вы всегда сможете новости, видеть все обновления. Я рекомендую здесь перейти и почитать. Возможно, здесь что-то будет интересное для вас. Вот здесь вот есть раздел, что нового в стабильной версии Joomla 4.3.0. Здесь улучшение медиа-менеджера по мелочам. Улучшение умного поиска. Меню, содержимое, настраиваемые поля, теги и так далее. Совместимость, улучшенность с PHP 8.2. Но самое важное, самое мощное, на мой взгляд, в этом релизе, это туры. Обучающие туры. То есть возможность человеку, так сказать, вести его за руку, чтобы он смог разобраться, как создать статью, как создать пункт-меню. И там в Joomla 4.3 уже заданы основные эти туры. Сейчас мы с вами на них посмотрим. Также есть возможность создавать свои уникальные туры. Но тут, конечно, уже нужно будет вникать вам, если вы будете свои туры делать, допустим, для кого-то, для своего клиента. Тут уже надо вникать в CSS, понимать, как работает все это. И, честно говоря, на мой взгляд, вот эти туры, чтобы кому-то что-то создать, я считаю, что это немного устарело, потому что это будет занимать много времени. Я активно сработаю с клиентами своими, и получается, каждый раз я записываю видео. Это быстрее, понятнее. Я могу там говорить в этом видео, в видеоуроке, да, как сейчас вы смотрите это тоже видео. Также и уникальные уроки я записываю своим клиентам. То есть как администрировать сайт, который я сделал своему клиенту. И, на мой взгляд, вот эти туры, это морока, на самом деле, потому что действий может быть много, куда нажать, куда перейти, и создавать их будет не быстро, я считаю. Если только уж прям сильно набить руку, тогда эти туры, может быть, подойдут. То есть я считаю, что туры это все же какие-то простые вещи. Вот человек только что зашел в Joomla, он еще полный новичок, Joomla уже предлагает туры готовые, как создать статью, меню и так далее. И прежде чем мы приступим с вами к просмотру новой версии, я все же хочу показать также процесс обновления, так как я рассчитываю, что люди будут смотреть, да, впервые новички. И установив Joomla, еще ни разу не обновляли Joomla, у них, возможно, возникнет вопрос. Из-за того, что у нас эта ситуация в мире непонятная, да, тут какие-то санкции, не санкции, некоторые сервера обновлений у нас сейчас недоступны. Поэтому те, кто знает, как обновляться, просто перемотайте этот момент вперед. А я покажу, как обновиться. То есть вот у меня стояла Joomla в предыдущей версии. Что я делаю? Я захожу на сайт joomla.org. Вы также можете сюда зайти, нажать вот здесь, скачать. То есть если Joomla уже стоит, у вас установлено, надо только обновиться, мы нажимаем вот сюда, обновление. Здесь вот есть Joomla 4.3.0, полный пакет zip-архив. Это чисто новая установка, нам это не подойдет, нам нужен пакет обновлений. И вот чуть ниже здесь есть Joomla 4.3.0, пакет обновлений в zip-архиве. Вот это нам подойдет. Ниже то же самое, просто в других архивах, в других расширениях сжато. Нам также потребуется VPN, подключение к VPN, иначе скачать вряд ли получится. Поэтому я воспользуюсь бесплатным VPN-приложением к браузеру. У меня вот такое вот установлено. Выберу страну Германия и подключиться. Теперь вот я могу нажать на кнопку Download Now. Появляется вот такое вот окно с zip-архивом. Мне остается лишь нажать сохранить, и архив будет на компьютере. Без VPN-а такого окна вы не увидите. Будет долго грузиться страница, а потом будет там ошибка написана в браузере. Как только архив скачали, потом, причем здесь видите Joomla может быть 3.10. То есть 3.10, 3.10.1, 3.10.2 и выше. 4.1, там вот такие моменты. И это обновление подойдет абсолютно. То есть начиная от 3.10, вот это обновление подойдет. Универсальное обновление. Так, теперь VPN мне не нужен, я его отключаю. Здесь на демо-сайте у меня уже установлена версия, но я все равно вам покажу. Архив я скачал, как установить вручную. Вот здесь вот, то есть в панели управления версия Joomla новая, я могу на эту плитку нажать. Вот здесь вот есть кнопка внизу загрузить и установить. И выбрать файл с компьютера. Находим, где у вас скачанный архив Stabil Update Package, он должен называться 4.3.0. Открыть. Ставим вот здесь птичку и нажимаем загрузить и установить. Сейчас нас попросят еще раз авторизоваться, как администратор. Вот здесь вот логин и пароль вводите от админской части и нажимаете установить. Увидим вот такое вот окно обновления. Нужно дождаться, когда вот эта полоса будет заполнена и увидеть зеленое предупреждение, что успешно все установилось. Сайт успешно обновлен до версии 4.3.0. Естественно, в этом видео, сейчас в этом отрезке будем разговаривать только про туры, потому что в этом обновлении это самое яркое и такое мощное обновление. Все остальное, на мой взгляд, это мелочи. Как только вы обновились или установили чистую установку, у вас вот здесь вот появятся в позиции как раз-таки туры. Сейчас они на английском языке, когда чуть позже обычно русификатор обновляется. Кстати, русификатор таким же образом надо будет скачивать с сайта и устанавливать. Абсолютно то же самое здесь. Тогда здесь будет все на русском. Здесь можно сразу выбрать туры, либо кликнуть показать все. И здесь видите разбито по категориям. То есть, допустим, вы новичок, когда здесь уже естественно будет все на русском. Вот вы даже не знаете, как создавать статью. Тогда здесь находите материалы. Нажимаем вот на эту ссылку, что такое туры, чтобы вы наглядно увидели. Будет возникать шаги и всплывающие окна. Естественно, потом это все будет на русском языке. И вас сразу перенаправляет сзади затемненную область. Видите, написано материалы. Мы нажимаем на единственную кнопку здесь, старт. Вот это и есть тур. То есть, нас ведут за ручку. Подсвечивают элемент, что нужно сделать первым, чтобы создать статью. То есть, тут написано, да, нажмите на кнопку, чтобы создать. И показан шаг второй из 14. Кнопка назад. Нажимаем создать. У нас реально создается, открывается статья. И подсвечивается первое важное поле. Это заголовок статьи. Вы сразу прописываете заголовок. Дальше нажимаем next. Нам говорят прописать альяс. Это псевдоним, заголовка. Но обычно он прописывается автоматически. Поэтому next нажимаем. Не заполняем. Подсвечивается поле. Здесь просто текст самой статьи. Фотографии, текст, вся ваша статья. Что-нибудь я написал. Нажимаю next. Состояние нужно выбрать. У нас уже включено, опубликовано. Next. Категорию нужно выбрать для статьи. Конечно, категории нужно было создавать предварительно. Next. Избранная статья или нет. Next. Next. Выбросить теги. Но это на ваше усмотрение можно не выставлять. Next. И примечание. Next. И next. И нам предлагают сохранить и закрыть. То есть статья, как будто бы у нас мы заполнили, она готова. И здесь нам говорят, что 14 из 14 шагов мы прошли. Нажимаем на кнопку. Все, статья наша создана. Вот она, заголовок. Дальше вы можете уже зайти в нее без подсказок. Какие-то правки редактировать и так далее. То есть вот эта вещь, возможно, самым начинающим она подойдет. А так, на мой взгляд, я считаю, это бесполезно. Важная опция, что здесь можно самому создавать тур. Это, наверное, самое важное. Но, как я уже сказал, если много есть о чем рассказать, кому вы хотите это рассказать, то потребуется много времени, чтобы создать тур. То есть это может быть любой другой компонент, новый компонент, который с Joomla не шел в комплекте. Установленный шаблон новый, установленный какой-то компонент или компоненты, плагины, модули. Обо всех о них, если вам нужно рассказать, у вас уйдет много времени, чтобы создавать тур. И опять же, нужно вникать, я думаю, что в CSS, чтобы эти поля правильно подсвечиваться. Сейчас мы с вами посмотрим, как они устроены изнутри. Во-первых, если вам это не нужно и вам мозолит это глаза, это можно отсюда здесь отключить. Мы с вами переходим в это же модули, переходим в модульные позиции. Вот здесь вот переходим в модули. Это у нас админ панель, то есть именно панель управления. Переходим сюда. И можно кликнуть по ID и кликнуть еще раз, чтобы новые плагины оказались наверху. Вот название данного модуля, которое выводит вот эти все моменты. Можно просто галочку снять. И тогда здесь это скроется. Давайте это я включу назад. Настроек там особо нет, можно только выбрать, чтобы больше вот сюда входило. Давайте я провалюсь внутрь. Вот видите, ну я тут 10 поставил, было 7. Особо настроек здесь нет. Теперь переходим в систему. Вот здесь это находится у нас с вами. Нажимаем все эти туры. И здесь вот как раз создаются новые туры. И вы, кстати, можете посмотреть подсказку, вот как созданы туры по умолчанию вот эти. Кстати, некоторые я тут переводил на русский. То есть сначала создаете тур «Приветственное сообщение». Нужно еще получить ссылку там, где вы будете тур делать, да? Куда будет перенаправлять этот конкретный тур. Описание туру, заголовок этому туру. Дальше вот здесь вот выбрать компонент «Плагин модуль». Куда будет относиться данное начало тура. Когда вы создадите, вот здесь вот будет количество шагов тура. Когда вы создадите новый, здесь будет ноль. Вот, давайте посмотрим, как создать экскурсию с гидом. Вот прям по семерке кликаю. А вот здесь уже находится список, относящийся вот к конкретному туру всех шагов. И тут их может быть не ограничено. Вы можете просто посмотреть, как начало было положено. Нажать кнопку «Создать». Описание можно добавить. И вот здесь вот есть варианты, где будет всплывать всплывающая подсказка. Button — это снизу, ну то есть центр, слева, справа и так далее. И самое сложное здесь будет — это определять вот эти вот поля. То есть здесь обязательно нужно указать этому шагу, какое поле будет подсвечиваться. То есть Button New написано. Это CSS, класс CSS подставлен здесь. И дальше важный шаг — это будет тип. Там это будет Next, Redirect или Interactive. И здесь еще важный будет тоже шаг — это Form Submit, TextField, Button. Такие вот моменты. И вы можете просто посмотреть, как все шаги устроены. То есть видите, какие здесь поля использовались. То есть допустим, вот поле есть. Надо, чтобы подсветилось какое-то поле. Я к примеру сейчас вам покажу, как получается вот этот вот класс. Или кнопку вот эту вот, допустим, создать, да? Когда будет подсвечиваться она. Вы просто правой кнопкой мыши, посмотреть код элемента. И нам нужно определить класс. Вот он класс. Button New. Ну, с точкой в начале. Button New. То есть это начало. И вы можете посмотреть здесь, что здесь тоже используется. Видите? Button New. То есть я здесь углубляться уже не буду. Здесь нужно конкретно пробовать. Есть на Joomla.org документация, как использовать вот эти вот моменты важные. Без них не получится создать свой тур. И почему я не вижу смысла это делать в уроке, чтобы объяснить вот от А до Я, как создать тур. Допустим, на какой-нибудь там сторонний плагин. Потому что я считаю, что это трата времени. И сам процесс подсветки полей, куда что нажать, устаревший процесс. Но это на мой взгляд. И опять же, это какой-то такой обширный момент для многих, возможно, пользователей. Но так как я вот именно узко работаю с людьми, да, я просто записываю уникальное видео каждый раз. Туториал. Уникальное, то есть пояснение, как что делать в админке. И это быстро. И понятней. Поэтому не знаю, где это кому подойдет. Но вот это обновление, я считаю, достаточно серьезное здесь. Мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом обновлении вообще в целом. А на этом видео я с вами не прощаюсь. И мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Пока-пока, друзья.